Канал Руненштайн Айнс представляет. Церкви технические устройства. Теория технических характеристик и принципы работы данных зданий. После выхода серии фильмов о церквях-волноводах у многих подписчиков возникли вопросы. Они просили рассказать о техническом устройстве данных сооружений. Этот фильм был сделан при содействии соратника Вячеслава. Он подготовил материал и показал сходство радиодеталей со зданиями в городах. Вы узнаете, для чего были нужны купола, для чего в церквях устраивали магнетроны. Зачем именно применяли такие габариты этих зданий. Итак, присаживайтесь поудобнее. Мы начинаем урок об истинном предназначении зданий церквей. Все, что вы сегодня услышите, надеюсь, пригодится вам в дальнейших ваших и наших общих исследованиях. Представляю вашему вниманию гипотезу о радиорелейной системе связи на Руси XVIII века исключительно в познавательных целях. Гипотеза не преследует цель кого-либо оскорбить или унизить. Интересная закономерность развития базовых элементов радиоэлектроники прослеживается от поколения к поколению. Размеры современных электронно-дырочных переходов микросхем – доли микрометров. Размеры электронно-дырочных переходов транзисторов – от доли миллиметров до единиц миллиметров. Размеры радиоламп – единицы сантиметров. Разница в размерах от поколения к поколению – несколько порядков. Следуя логике, размеры базовых элементов до радиолампового поколения – десятки метров. Это огромные сооружения, принцип работы которых имел сходство скорее с радиолампами, чем с радиодеталями на основе электронно-дырочных переходов, так как различные электронные характеристики радиоламп можно обеспечить изменением геометрии электродов. Коротко о принципе действия радиоламп на примере триода. В вакуумном стеклянном сосуде на анод подается положительное напряжение, на катод отрицательное, на нить накаливания подается ток. Он нагревает катод, поверхность которого начинает испускать электроны. Подача небольшого напряжения на сетку приводит к большому анодному току. До 19 века созданием вакуума дела обстояли не очень. С электронами с нагретого катода тоже было туго из-за проблем с хорошим источником электрического тока для нити накала. Что делать? Использовать так называемое атмосферное электричество. Атмосферную вертикальную разность электрических потенциалов и аэроионы. Кстати, каждое лето все наблюдают одно из проявлений атмосферного электричества. Молнии. Разряды в миллионы вольт и десятки тысяч ампер. Современные исследования вертикальной напряженности электрического поля Е дают значение от 90 до 200 вольт на метр высоты в зависимости от времени года, времени суток, состояния атмосферы. Сила тока при этом мала, до нескольких миллиампер. Количество аэроионов достигает несколько тысяч в одном кубическом сантиметре. Как обойти проблему малых токов и малого количества аэроионов? Только размерами. То есть строили сооружение, которое больше радиолампы в тысячи раз. И можно обойтись без нити накала. Рассмотрим схему гипотетического сооружения диода. Это большое сооружение с катодом, роль которого выполняет толстый металлический пол, непосредственно контактирующий с грунтом. Земля заражена относительно атмосферной, отрицательно. А НОДЖИ это полусферическая кровля, лучше медная, а еще лучше из золота. При высоте здания 8 метров получаем разность потенциалов около киловольта. Не стоит сильно радоваться, сила тока все равно мала. Десятки миллиампер. Мощности в несколько ватт для электроснабжения силовых установок не хватит, но достаточно для работы радиоприемника. Помню еще школьником смастерил простейший средневолновый радиоприемник, работающий без источника питания. И слушал маяк в килоомных наушниках от детского конструктора радиолюбитель. По моему мнению, поскольку модуляция сигнала требует высокотехнологического оборудования, пришлось в те времена использовать немодулированный тональный кратковременный сигнал, например удар в колокол. Способ кодировки алфавита подобен морзянке, где точка удар в колокол, а тире двойной удар в колокол. Возможно, использовали несколько колоколов с небольшой разницей по частоте. Тогда принцип кодирования другой. Привожу самую простейшую схему приемнику немодулированного сигнала из одного лампового триода, антенны, источника питания, трансформатора к динамику и колебательного контура, состоящего из индуктивности L1 и емкости C1. Разумеется, индуктивность и емкость надо рассчитать на определенную резонансную частоту. На основе этой схемы попытаюсь разобрать принцип работы радиоустройств до радиоламповой эпохи. Многие детали выполняют несколько функций. Например, кровля свода. Это анод источника питания и одновременно одна из пластин конденсатора. Роль нижней пластины C1 конденсатора выполняет металлический пол, который также является так называемой землей и отрицательным полюсом источника питания. Верхняя пластина конденсатора – это кровля свода. Тут кроется противоречие. Чтобы емкость конденсатора была больше, свод должен быть ниже. Но кровля свода исполняет роль положительного полюса источника питания, и она должна быть выше. Одно из решений – изготовить сферический купол и поднять его как можно выше от центра свода. Электромагнитный сигнал поступает на фрактальную антенну, которая вставлена в шариковый сосуд, скорее всего, через изоляторы. Некоторые исследователи отмечают, что этот шарик был заполнен ртутью, видимо, для усиления сигнала. Геометрия деталей купола и свода должна обеспечить резонанс на строго определенной частоте. Преобразование электромагнитных волн в звуковые происходит в пространстве между куполом и сводом дуговым динамиком. На канале МР Роман Корп Александра Владимировича Романова, ссылка в описании, представлена действующая модель ионофона, в котором звук воспроизводит дуга. Далее пищащий звук усиливается благодаря полусферическому своду. Роль индуктивности, вероятно, выполняли металлические шины купола. Для повышения чувствительности приемника надо повысить напряжение и количество антенн, но увеличение размеров купола повышает нагрузку на свод. Выход из этих ситуаций следующий. Вместо одного большого купола изготовить дополнительные четыре шарообразных купола по углам вместе с фрактальными антеннами. Если резонансная частота угловых куполов будет отличаться от частоты центрального купола, получится двухканальный радиоприемник. Устройство радиопередатчика немодулированного сигнала аналогично устройству радиоприемника с некоторыми отличиями. Главная его задача – преобразование звуковых колебаний в электромагнитные. Для этого звуковые волны от источника звука необходимо сфокусировать на верхней точке, поэтому крыша передатчика должна иметь конусообразную форму. В верхней части крыши должна быть мембрана из материала с пьезоэлектрическим эффектом, например, из сигнетовой соли. На обе поверхности мембраны можно нанести золотую краску, чтобы использовать другой пластичный токопроводящий материал. К этим поверхностям припаять железные шины, которые направить на шарообразную резонаторную камеру и далее к фрактальной антенне. Купол – это резонатор определенной частоты. Частота генерируемых электромагнитных волн могла отличаться в меньшую или большую сторону от звуковой, но этот вопрос актуален при радиоретрансляции. Другой вариант преобразования звуковых колебаний в электромагнитные предложил вышеупомянутый Александр Романов. Он утверждает, что под куполом передатчика был установлен магнетрон. Еще одна особенность радиопередатчика в том, что его мощность должна быть большой, следовательно, крышу и сферический купол надо располагать как можно выше, поэтому радиопередатчики выше радиоприемников. Источником звука мог быть один или несколько колоколов с близкими частотами, например, 300, 340 и 400 Гц. Также производить сигналы могли стволы пушек. Некоторые исследователи отмечают очень большую акустическую энергию у так называемых пушек-пищалей. Ссылка в описании. Важный вопрос – дальность распространения сигнала. Из-за того, что первоначальный сигнал низкочастотный и не может распространяться на большие расстояния, необходимо его частоту повышать. Повысить частоту можно радиоретрансляторами, которые выполняют в том числе функцию усиления сигнала. Для этого радиоприемник необходимо соединить с радиопередатчиком большим коридором. Главное, чтобы резонансная частота передатчика отличалась от резонансной частоты приемника, иначе усиление сигнала придет к самовозбуждению и, возможно, к выходу из строя устройства. Один из главных вопросов – во сколько раз частота радиопередатчика отличалась от приемной частоты? У меня, к сожалению, нет никаких зацепок. Давайте предположим, что в 4 раза и дальше от этого будем плясать. Таким образом, из нескольких радиоретрансляторов можно изготовить частотный умножитель. У первого ретранслятора и этого умножителя приемник может быть высокочувствительный, пятикупольный, так как имеет дело с низкочастотным сигналом. Поскольку последний ретранслятор в этом каскаде посылает сигнал на десятки километров, он должен быть самый высокий и массивный. При понижении частоты наоборот, последний ретранслятор не обязательно должен быть огромным. Так как используется длинноволновый диапазон, то неважно, где устанавливать эти ретрансляторы – на равнине, на холме или в низине – длинные волны огибают холмы и небольшие горки. Переходим к узлам связи. Современная радиорелейная станция выполняет две функции. Первая функция – это простая ретрансляция сигнала на высоких частотах. Вторая – ретрансляция сигнала по низкой частоте. Принципы организации радиосвязи в прошлом наверняка были похожими. В 18 веке первую функцию выполняли несколько радиоретрансляторов высокой частоты, которые располагались, как правило, в небольших городах. Часть ретранслировала сигналы от центра, часть наоборот в центральный узел связи. Разумеется, частоты этих сигналов должны быть разные. Частоты выше 20 кГц человекам неслышимы. Могли их слышать только летучие мыши. И, возможно, об этом истинном назначении этих сооружений большинство людей не знало. Работе этих устройств абсолютно не помешают. Несколько человек, если они будут внутри находиться, сидеть, стоять, читать, беседовать о вечном. Главное, чтобы не загромождали помещение, не воровали фрактальные антенны, железо с куполов и т.д. Крупные региональные центры обязательно должны получать и передавать информацию. А это возможно только при преобразовании сигналов до низких частот. Тут главное обеспечить передачу в центр достоверной информации, чтобы никакой злоумышленник не смог передать дезинформацию или вывести из строя оборудование. Для этого нужно огородить стедой и обеспечить охрану именно те ретрансляторы, которые обеспечивают передачу информации в центр. Возможно, внутри этих кремлей находились небольшие гарнизоны солдат, чтобы во время волнений, восстаний, мятежей обеспечить охрану оборудования для передачи информации в центр до прихода на помощь основных войск. Также в этих городах должны быть мастерские, бригады, специалистов для обеспечения непрерывной и надежной связи, в том числе на ближайших узлах в регионе. Важный вопрос, когда перестали использовать эту систему радиосвязи? Многие исследователи отмечают, что до глобального катаклизма, который произошел 178 лет назад, ссылка в описании, атмосферное давление и влажность были выше, следовательно, атмосфера была более ионизирована, что обеспечивало нормальную работу вышеописанных систем радиосвязи. Вероятно, что после катастрофы энергия атмосферного электричества уменьшилась, что привело к снижению, а скорее всего к потере работоспособности этих устройств. У меня все, буду благодарен за предложение и замечание с научной и технической точек зрения. Поделитесь этим видео с близким человеком. На этом все. Жми колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Пишите комментарии и читайте комментарии. Там иногда умные люди пишут умные вещи. Всем добра.